Добрый день! Как не просто выжить, а лея стабильно развиваться в сушастных экономичных умовах? Потекавился Олег Синтероу. Рынок значительно скоротился. В последние часы додались новые проблемы. Падение курсов валют у основных партнеров, снижение покупной издольности и, как выник, по опыту на продукцию гамильчан компенсовать страты вырешили за курс освоения новой продукции, причем одразу комплектующих для атомных станций. Пришлось, правда, прости широку сгоднению и отремонение необходимых сертификатов. Алина предприятия «Пиракананы» тут сделали правильный выбор. Освоение производства муфт и контргаек для строительства атомной станции Республики Беларусь. Мы на сегодняшний день освоили производство этой продукции, сертифицировали ее в Республике Беларусь и в Российской Федерации. Мы заключили уже договоры с девятью строительными организациями Республики Беларусь и Российской Федерации. Пошел к новых партнеров, выявил еще одну проблему. По якости и кошти наша продукция сейчас, верьми, значительно заступает замежным аналогом. В акционерном товаристве Гомельбуд материалы кажут, что навод на сучасном замежном обсталевании продукционность працевых гамильчан около 2 раза ниже, чем на аналогичных предприемствах в той же Германии, например. Средо принимаемых мер, модернизация в отворчестве и повышение российского уровня работников. Мы уже дошли до того, что где-то можем и в первые страны Европы, такие как Австрия, такие как, допустим, Швеция, Финляндия, поставлять свою продукцию. Правда, к сожалению, мы не в больших количествах, но мы поставляем продукцию. Это говорит о том, что она сегодня высокого качества. И аж один на керунок по повышению конкурентно-здольности отчинной продукции импортозамещения, шматы, которые комплектующие, как высветляются, можно без проблем выраблять и на местовых предприемствах, тем больше, что их могутности часто недозагружены. И это не один плюс кооперации субъекта господарения, которые ранее никак не сопротивничали. В первую очередь, чтобы найти работу для своих предприятий и района. Это в целом и удешевит стоимость, или нам привезти продукцию, образно говоря, из Минска, или все-таки у себя на территории, где это будет заключаться в расстоянии 3-4 километра. Те же самые затраты гораздо уменьшаются. Поэтому из этой, как из экономической, так и из внутренних интересов района, города и области, будет использоваться именно вот такая кооперация. Олег Синчаров, Евгений Макеенко, Телерадо-компания «Гомель». До других тем. У век информационных технологий часка профилактических мероприемствов с реальной просторы переместилась в интернет. Особливо актуально это для працы с молодью. Как я навязываю, в метах изменения негативных тенденций среди молодых людей это вопрос стало головным на семинары, который отбылся в Гомельске «Мабл-Выконками». У СУУ системы обрани и формат мероприемства, видеоконференция. До обмеркования подключились специалисты с Брагина, Будокошелева, Ветки, Добруша, Ельска. У сего 21 регион. Сярут удельников семинара – проставники УЛАДы, инспекции по справах неполнолетних, сферы адукации и громадских организаций. У метах профилактики негативных зья у молодежного сяроза только активистами БРСМ в социальных сетках ведется больше 40 тематичных групп. Улику их подписчиков – 43 тысячи человек. А кроме того, на семинары обвешаны об запуску особного сайта, где будут размешаться правовая информация, материалы патриотичной накерованости, известки об молодежных проектах. На им же подлетке смогут анонимно отримать консультацию психолога. Этот ресурс, он очень масштабный. И один, два, три человека, которые сидят в кабинете, они не смогут его наполнить. Но этот ресурс хорош тем, что мы к нему можем привлечь общественность. То есть любой желающий может посетить этот сайт. Там есть раздел «Оставить информацию», «Оставить заметку о своей какие-то деревушке», «Фотографии», «Информацию» разместить. И тем самым, благодаря вот именно всем этим людям, мы сможем наполнить этот сайт. И чем больше там будет информации, соответственно, тем больше там будет и посетителей. Завтра Управление по праце, занятости и социальной обороне Гомельского ГАР в Иконкама проведет кермаш вакансий. Кожный ожидающий сможет отримать информацию об наявности свободных рабочих местов на предприемствах города, часовых и оплошиваемых громадских работах, консультации по пытаниях социального обслугования и профессийного навучения. Кермаш вакансий отбудется с 10 до 12 годин по адресу улица Пролетарская, 18. Участковые милиционеры Гомельшины приняли венчавание с профессийным святом, яко что год означается 17 листопада. Урочистые мероприемства с этой нагоды отбылось в Управлении внутренних справ Гомельского облаконкама. Служба участковых уповноваженных в системе органов внутренних справ была утворена в 1923 году. До речи, ее аналог существовал и удары эволюционной России. Полицейских с этой категорией тогда называли ушастковыми приставами. У венчаваниях, которые прогушались со сцены, означалась оголовная особливость службы, ее максимальная близкость до насельства. А тому и ставление грамадян до милиции у огульным оценкой ее роли шматушим залежит от того, как работает шастковый инспектор. Супрессонники, которые досягнули лепших покажиков службовой деятельности, были означены узнагородами Министерства и Управлению внутренних справ. Участковый на своем участке это министр внутренних дел, который решает практически все задачи. Все задачи. Это и раскрытие преступления, и предупреждение работы с социальными лицами. То есть поддерживает постоянный правопорядок на обслуживаемой территории. Поэтому служба очень важна. Очень важна. И от того, как работает участковый, конечно, зависит много. На пловши Ленина в Гомеле распоршалась установка галлонной новогодней елки в области. И вышиня будет складать 31 метр. Монтаж сталевых конструкций так само штучного зеленого убрания плануется завершить до пятого снежня. После шага елку пошнуть упрыгоживать гирляндами. У праватности самая великая гирлянда будет складаться с 300 элементов золотистых шаров и снежинок. Святошная эллиминация будет находиться и на всей территории площади. Прыкладная досярыдзенная снежня все повинно быть готово до проведения ритуала запаливания елки. Дары шагалонные новогодние символы оригинальной конструкции будут все остальеваны во всех администрационных центрах города. Новинные регионы, информацию о проектах телерадо о компании Гомель вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресе www.tsvrgomel.by На этом выпуске завершены. У студии працавала Маргарита Шибукова. Усяго доброго и до встречи у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова